Неожиданный хэппи-энд в Додоновской истории. Коров, которых накануне сгрузили в скотовозы и больше суток продержали в тесных загонах из-за ошибок в процедуре изъятия, в целости и сохранности вернули на ферму. Теперь уж мы своих коров не отдадим, полушутя полувсерьез, говорят сегодня в Додонова. На этот раз в совхозе царит совсем другое настроение. С трудом сдерживая эмоции, люди рассказывают, как встречали коров, которых уже оплакали. Привезли вечером, поздновато уже, но мы ждали до последнего. Ждали все и ждали, привезут или нет. Это вопрос был еще и времени. Сказали, вроде как и не привезут. Мы надеялись до последнего всем. Когда нам сказали, у нас здесь был, конечно, шок. Наших коров и обратно, это было что-то. Радовались, оплакали все от радости теперь уже. Учудом уцелевших беременных буренок, простоявших без движения больше суток, были опухшие ноги, и они с трудом возвращались в загоны. Сегодня почти все отлеживаются, лишь изредка поднимаясь на ноги. Еще одно любопытное наблюдение, которым поделились с журналистами животноводы. В день отправки в материнских животах телята просто бешено крутились и легались. А после возвращения все спокойно. Правда, остается лишь гадать, к добру или к худу, такое затишье для коровы и теленка. Покажет только отел, а первые ждут уже на днях. Работникам никак не объяснили, почему все же вернули коровы. Самое главное, надолго ли. Начальства на месте сегодня нет. Но люди честно признаются, пока об этом не думают. Вчера, по крайней мере, первым делом спешили осмотреть и накормить. Мы вчера начали их поить, значит, сразу быстрее. Они немножко оклемались, а минут 20-30 проходит, мы их начали поить. Они подходили, и вы не поверите, у них слезы на глазах. Вот прямо мы с ними разговариваем, значит, сами плачем. И они подходили, пили. И прямо такие слезы стояли все доярки, эти, значит, телятницы, которые их вырастили, которые эти все плакали, они подходили, пили. Быстрее за еду, значит, сухостой, быстрее почему-то за еду. А те молодые, они начали пить почему-то. Сегодня у журналистов оказалось сразу несколько полярных версий произошедшего. К сожалению, пока все источники, говорит, соглашаются лишь неофициально. Подтвердить или опровергнуть что-либо на камеру готовы будут лишь на следующей неделе. Так что пока остается лишь порадоваться так неожиданно восстановленной справедливости и понадеяться на чудо, что каким-то образом, но та самая сделка, по которой эти замечательные коровы молочных пород должны в скором времени отправиться под нож, окажется недействительной.